Девушки отдыхают Эту очаровательную блондинку, живущую, припеваючи и недаром прозванную самой красивой женщиной мира, знает каждый из наших подписчиков. Если вы, пока еще не вы в числе, то сейчас самое время это сделать. И не забудьте включить звонкий колокольчик, чтобы никогда уже не пропускать наши самые интересные новинки. Несколько дней тому назад Катрин Денюэв не без раздражения отметила свою 80-ю осень. Единственный праздник, который не вызывает у меня раздражения, это День Святой Катрин. Мы отмечаем его позднюю осенью. Святая Катрин считается покровительницей незамужних женщин. Вот уж действительно, мой праздник. Несмотря на всю свою красоту и почтенные года, Катрин так и не сумела сохранить титул мадам. Титул замужней женщины. И теперь, на старости лет, она все еще мадмуазель. Мне всегда казалось, что приставка мадам, как лишняя морщина, делает тебя старше сразу лет на 10. Насколько я помню, ни одному мужчине не удалось изменить мое мнение. Интересно, почему мужчины вас любят? Вы считаете себя более желанной? Желание у мужчины часто всего лишь порог, который культивируется. Однажды я сделала глупость и расписалась. Но этот брак был недолгим, пару месяцев, кажется. Имя первого и последнего мужа Катрин Денев помнят только въедливые хроникеры ее жизни. После развода английский фотограф по имени Бейли оставил бывшей супруге только серию фотографий. На этом снимке ей 25. У нее уже есть первая звездная роль в Шербургских зонтиках и маленький сын Кристиан. Я плохо пою, но в Шербургских зонтиках я пила с удовольствием, потому что была счастлива. Моему Кристиану было всего три месяца, когда начались съемки. Все было так легко и безоблачно, как бывает один раз в жизни. Вскоре после премьеры Шербургских зонтиков наивная продавщица цветов превратилась в холодную дневную красавицу. С тех пор она никогда и никого не допускала в свое сердце. Не обладая, не потеряешь. Порой мне кажется, что любовь – это сплошная боль. Иногда я сдерживала себя, чтобы не влюбляться в человека. Нужно быть очень осторожной. Но это не значит, что я холодна и не испытываю сильных чувств. Я выгляжу холодной, потому что я блондинка и у меня не слишком подвижная мимика. На самом деле я человек страстей. Настоящий праздник для меня – это начало любви, первые главы этой истории. С годами я научилась чувствовать приближение финала, развязку романа. И научилась уходить первой. Она всегда уходила первой, даже от великих. Великие режиссеры Роже Вадим и Франсуа Трюфо, великий актер Марчелло Мастрояне, великий певец Серж Гинсбур. Эти мужчины никогда не простили Катрин Данёв того, что она бросала их в разгар романа. Сейчас все, кто меня любил, умерли. Они ушли. Но это светлая грусть. Из моего сердца они ушли гораздо раньше. Я люблю вспоминать, но я не живу прошлым. Это не мой стиль. Сегодня минуты радости дарят мне мои дети. Сын и дочь – они оба артисты. Кристиан много занят в театре, он серьезный актер. Киара снимается в кино. Она очень похожа на своего отца. Фамилия Мастрояне ей к лицу. И замашки у нее итальянские. Порой меня раздражает ее специфическое чувство юмора. Правда, один анекдот, который рассказала Киара, мне понравился. Итальянцы считают самыми важными на свете две вещи. Вторая из них – спагетти. Очень смешной анекдот, конечно же. Но еще смешнее было тогда, когда Катрин Данёв вместе со своей дочерью Киарой пришла почтить память Джейн Биркин. Тогда мы опубликовали вот это видео. И все в комментариях тогда заливались смехом, высмеивая ножки 80-летней дневной красавицы. И задумаешься, кто больше изумил общественность – старушка своими ножками или комментаторы своей бестактностью и злостью. Интересно, сколько бы еще теплых русских слов было бы сказано в адрес Катрин, если бы комментаторы сумели разглядеть вот этот модный татуаж а-ля рок-н-дролль на ножках бабушки Катрин. Сегодня мама Данёв с удовольствием и гордостью называет Кьяру Мастрояне папиной дочкой. Но когда-то все было иначе. Первая актриса Франции отказывала первому актеру Италии даже в редких свиданиях с ребенком по выходным. Для многих будет откровением, что маршала Мастрояне был мужем Катрин Данёв. Казалось бы, итальянец и француженка. Как они говорили между собой, как ладили вообще. Но еще большим удивлением для вас будет то, что Мастрояне прекрасно говорит по-французски. Я предпочитаю играть с чувством отстраненности, потому что иначе начинается надрыв. А его никогда не нужно привносить в игру. Нельзя терять легкую иронию по отношению к себе. На площадке или в жизни? На площадке и в жизни. Особенно в жизни. Он был очень чувствительным, тонким, ранимым человеком, который прятался за этой игрой в иронию. Но мужчине очень трудно быть всеобщим кумиром из-за своей внешности. Женщины видели в нем тип итальянского любовника, а он был полный противоположности. Она любила демонстрировать своим мужчинам полную независимость и любила повторять в интервью. Я родила и воспитала двоих детей, не будучи замужем и не прерывая работы в кино. Уникальная красота Катрин Дынев остается самой большой загадкой и для гримеров, и для партнеров. Она никогда не ложилась под нож хирурга пластика и всегда гримировалась сама. Чужие руки не должны касаться моего лица. Такой ультиматум Дынев всегда ставил режиссером перед началом съемок. Почти все романы актрисы заканчивались неудачно, кроме одного – романа с кинокамерой. Правда, последнее время, когда Катрин Дынев делает комплименты по поводу ее вечной красоты, она отмахивается. Примерно так. Журналисты любят спрашивать. Вы всегда были самой красивой женщиной Франции. Это трудно быть красивой? Ну почему же была? Я и сейчас стараюсь сохранить то, что дала мне природа. Но я никогда не шла на жертвы ради красоты. Вот, к примеру, вчера вечером я ходила в большой театр, а потом выпила водки в ресторане. Я не отказываюсь себе в маленьких удовольствиях. Я курю, я обожаю сладкое, и я не знаю, что такое диета. Кто вам сказал, что я счастлива? Вовсе нет. Я была счастлива 40 лет назад, когда снималась в Шербурских зонтиках. А сейчас я просто люблю жизнь. Знаете, счастье – это все-таки привилегия юности. Один поцелуй и 12 калорий, как не бывало. Катрин Денев о себе. Безупречный и бесконечно любимый. Нет ничего более далекого от любви, чем поцелуй перед камерой. Это все равно, что получать удовольствие от крика уличного регулировщика на площади согласия. Немного вправо, немного влево, больше чувства. Закрой глаза, открой глаза, вдохни. Ну, не так сильно, ужасно, если при этом тебе действительно нравится твой партнер. Но еще ужаснее, когда ты ему не нравишься. Но это не мой стиль общения с мужчинами. Скоро я сама смогла выбирать себе партнеров по фильму. Режиссеры прислушивались к моему мнению, и я редко ошибалась. Ну, это с Делоном. Ей крупно не повезло. Мне кажется, с Аленом Делоном у нас совсем не было контакта. Не беда. Правда? Ох уж эти женщины. Когда до отвращения сдержанная Катрин Денев произносит вслух это имя, ее губы сами собой изображают недовольную гримасу. Единственная эмоция, которую у нее вызывает Ален Делон. А как все эффектно начиналось? Два идола, две французских безупречности заключают друг друга в объятия. Катрин Денев и Ален Делон встретились на одной съемочной площадке спустя 10 лет после премьеры Шербургских зонтиков. Через пару недель после начала съемок две звезды, две светло-французских повести стали вместе ужинать, а однажды даже позавтракали на вилле у Делона под Парижем. Газеты визжали от восторга, Денев молчала, Делон трещал безумолку, уверял журналистов, что встретил ту единственную. Их роману не исполнилось и месяца, когда актриса начала прозревать. А потом благодаря болтливым ассистентам выяснило, что интрижка двух звезд входила в смету пиар-компании их будущего совместного фильма. Только его об этом предупредили и предложили сделку, а она целовалась бесплатно. Делон пытался оправдаться перед партнершей и говорил что-то о глупом Пари и неудачной шутке. Фильм «Полицейский» с Делоном и Денев с треском провалился в прокате, а два символа Франции не общаются до сих пор. Но тогда, в начале 70-х, она поняла, в Париже популярность дороже десяти заповедей. Делон уже давно стал карикатурой на самого себя. Он эксплуатирует один и тот же образ. Он окружил себя льстецами. Он сам продюсирует свои фильмы. Когда актер любит деньги и власть, когда он слишком приближается к власти, дело плохо. Ну а что на такое должен был ответить Делон? Дать ей по морде? Или застрелить вообще? Нет, Делон все так же целует ей ручки. Ведь быть галантным и любезным, даже со своими врагами, это ведь тоже входит в смету его чудесной пиар-компании. Субтитры создавал DimaTorzok